В эфире новости Дагестан. Здравствуйте, я Хатима Буталибова. И вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. Внимание, розыск. Полиция ищет участников массовой драки в Ботлинском районе. Я вас прошу, отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Дети-сироты, кто такие, вы хорошо знаете. Лучше, чем мы. Сирота без квартиры, чиновник без подрядчика. В Дагестане под угрозой срыва еще одна социальная программа. Верю, что у нас особенный воздух, особенная земля, потому что наши женщины самые красивые, самые умные, самые талантливые и самые яркие. Яркий пример женщины-горянки. В Махачкале прошло еще одно знаковое мероприятие, приуроченное к 90-летию народной поэтессы Фазу Алиевой. Грузовик протаранил маршрутку со студентками. ДТП произошло в Карабудахкенском районе на автодороге «Кавказ». Микроавтобус с девушками направлялся в Дербент из Чечни. По предварительной информации, один человек погиб, 19 пострадали. Две студентки в тяжелом состоянии. По уточненной информации, одну из пассажирок в дороге укачала, из-за чего водитель решил остановиться у обочины. В этот момент в «Газель» въехала фура. Прокуратура Карабудахкенского района организовала по данному факту проверку. На место выехали сотрудники прокуратуры Карабудахкенского района. В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также установлено обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, поставили на контроль в ход результаты пассажирного проекта по данному факту. Сотрудники полиции разыскивают участников массовой драки в Ботляхском районе. Напомним, 27 июня примерно в 2.30 в селении Ботлях 9 мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку. В результате произошедшего 5 участников инцидента с различными травмами были доставлены в больницу. Один из них, 28-летний житель села Чонко, из-за проникающего ранения скончался. По предварительным данным, конфликт произошел вследствие ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол. Полицейскими устанавливается местонахождение остальных участников инцидента. Сергей Меликов сегодня посетил Духовный центр пророка Иса Мириму. Глава региона в месяц с муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди принял участие в обсуждении проблемных вопросов, встречающихся при строительстве значимого культового объекта. Продолжение темы сюжет Хамзан Румагамедова. Это второй визит Сергея Меликова в Духовно-просветительский центр имени пророка Иса Мириму. На месте его встретил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Глава республики осмотрел строящиеся объекты и более подробно ознакомился с планами по благоустройству территории. Попросили вас с нами здесь встретиться для того, чтобы обсудить. Мы тут взяли некоторые документы. Мне очень хочется, чтобы мы ощущали на строительстве этой мечети не только поддержку населения, не только инициативу муфтията, но и чтобы было понимание, что власть тоже заинтересована в завершении строительства, в том, чтобы эта мечеть уже людям была подарена, и они могли вот этим таким большим, я бы даже сказал, не только мечетью, а комплексом пользоваться. Глава Дагестана сообщил муфти, что республиканская власть поможет с возведением кровли народной мечети, в том числе с привлечением внебюджетных средств. У нас расписаны все этапы. Мы сегодня говорим о том, что, на мой взгляд, очень важно нам подойти к кровли. Потому что если мы сделаем кровлю, мы закроем так называемый тепловой контур, и уже тогда можем внутрь заходить с какими-то вот такими работами. Поэтому у нас вот здесь представлены материалы и расходы по этим всем работам. И мы хотели бы все эти шесть этапов обсудить с вами или отдать вот этот план вашим специалистам, для того, чтобы мы могли как бы утвердиться и дальше шли. И, значит, всего стоимость вот этих работ, вот этих шести этапов, она, значит, представляет стоимость больше 300 миллионов рублей, 311. И мы с Султаном Бибулатовичем как бы в этом отношении беремся привлечь небюджетные средства для того, чтобы эту сумму взять на себя. Мы можем сказать, только мы благодарим вас. И от Всевышнего, чтобы он вас вознаградил, приумножил средства. И дальше, чтобы мы могли работать, развивать Тагестан. Это же мечеть на весь Тагестан, можно сказать. Все люди гордятся этим. Народная мечеть называется. Поэтому очень хорошо. То есть мы с Султаном Бибулатовичем в этом отношении тоже как бы щепетильно достаточно к этому поношли. Вот эти средства, которые небюджетные, мы сюда планируем вложить, да, они тоже идут от людей. Это пожелание многих меценатов, тех, которые тоже заинтересованы в скорейшем пуске эксплуатации, опять же, для народа. То есть народ складывается сюда, а сейчас как бы есть обратная такая история, чтобы уже народ вот что-то получил. Обращая площадь Духовного центра составляет 35 гектаров. Основным объектом является мечеть площадью 30 тысяч квадратных метров и высотой 17 метров. В ней смогут одновременно совершать намаз 23 тысячи человек. Помимо мечети здесь планируется асфальтирование автомобильно-дорожных развязок и строительство других соцобъектов, в том числе инклюзивная школа. Для детей с ОВЗ с инклюзивным образованием. Ещё одна примечательность Духовного центра – аллея Героев Медиков, раскинутая от центра до самого берега моря. Её протяжённость составляет 1300 метров. Всё это в ходе презентации было представлено в административном здании. У нас есть задача, что до 10 миллионов в год туристов Дагестан может и оно будет такой существенной долей вот в этом потоке. На данный момент мы знаем, что оно приближается к 2 миллионам, а цифра 10 миллионов мы можем, например, на практике соседнего государства, которые достигли уже цифры 9 миллионов. Поэтому, я думаю, у нас такая... Это Грузия. У них в пике достигало 9 миллионов. Для этого, конечно, нам ещё много чего надо сделать, но уже у нас такой, можно сказать, в два раза уже рост есть. И таким образом строительство таких объектов, оно, конечно, не способствует. Как сообщалось ранее, завершение строительства Духовного центра запланировано на 2025 год. Она признана стать визитной карточкой Дагестана и местом притяжения не только местных жителей, но и туристов со всего мира. И к другим темам. Дагестан может вновь провалить программу по обеспечению жильём детей-сирот. Эту обеспокоенность выразили на очередном заседании правительства региона с главами муниципалитетов. В причинах такого положения дел вместе с чиновниками попыталась разобраться и Патимат Ханапова. Ей слово. Деньги есть, а квартир всё ещё нет. Сироты остаются без жиля и годами прописаны в детдомах. А всё из-за того, что муниципалитеты вовремя не заключают контракты. В этом году через закупки должно пройти около 800 миллионов рублей. На данный момент соглашение заключено лишь на треть этой суммы. Таковы неутешительные данные статистики. Само собой, разумеется, такое положение дел не может не беспокоить как Минрегиона. Я вас прошу, отнеситесь, пожалуйста, к этому серьёзно. Дети-сироты, кто такие, вы хорошо знаете. Лучше, чем мы. Поэтому обратитесь, пожалуйста, на освоение этих средств, на закупку жилья. Вообще, это такой очень щепетильный социальный вопрос. И один из индикаторов оценки деятельности всего руководства республики и руководства районов. У глав городов и районов есть своё объяснение ситуации. По их словам, на торги никто не выходит из-за низкой рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Кстати, такой норматив установлен как раз и правительством республики. Однако, вице-премьер Руслан Алиев посчитал такое оправдание некорректным. Выделяйте земельные участки, привлекайте инвесторов, устроите дома модульные, легко возводимые. Потому что 29 субъектов Российской Федерации идут по этому пути. Просто сидеть мы объявили конкурс, и никто не вышел. Что они зелёнки не оформлены, это ваша компетенция. Что нету там домов или ценовая политика, это ваша компетенция была. Не должно здесь на уровне председателя правительства собираться поднимать вам цену или понижать вам цену. Но вы проанализируете это всё, вы же будете этим детям сиротам лицо смотреть, из-за чего вы не смогли квартиру приобрести. Если есть чуть больше удорожания этой квартиры, не идут, найдите спонсоров. В восьми муниципалитетах региона не заключено ни одного контракта. Угрозы срыва проекта повисли над городами Махачкала и Дагестанские огни. Плохие дела и в таких районах, как Табасаранский, Тлеротинский, Шамильский, Кулинский, Кизелюртовский и Ногайский. Впрочем, в столице Дагестана проблему почти решили. Во всяком случае, Салман Дадаев говорил уверенно. Внутренние отделочные работы завершены, благоустройство прилегающей дворовой территории выполнено, смонтированы новые ТП, насосные станции и все остальные работы выполнены. Идут к завершению внутренние отделочные работы по квартирам уже. Есть одна проблема, которая нас ещё тормозит, это не смонтирован газопровод до конца. Почти год не могли получить технические условия от Газпрома, благодаря Мамилу Людовичу, как он включился в технические условия, нам выдал Газпром. Сейчас идёт протягивать газопровод. После того, как газопровод протянут, будет возможность получить ЗОС и Ахтвода. После того, как Ахтвода будет получен, застройщик подаст на регистрацию правосуственности на квартиру, только после этого он сможет заявиться на торги. Вот в ежедневном режиме мы эту работу ведём. В итоге бурных и долгих обсуждений участники совещания пришли к консенсусу. Все присутствующие согласились с тем, что до 1 сентября с контрактами надо разобраться раз и навсегда. Правительство со своей стороны обещало пересмотреть и пресловутую стоимость квадратного метра, который так спугнул подрядчиков. По тематам Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкова. Дагестан вошёл в топ-10 регионов по производству газированной воды в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий. За второй квартал 2022 года в республике выпущено 17 млн литров газировки. В целом объём производства газированной воды по стране в мае вырос на 56% по сравнению с апрелем. По словам экспертов, на рост могло повлиять введение обязательной маркировки, после чего в России выявили более 100 ранее нигде не зарегистрированных производителей упакованной воды. «Я дочь Дагестана, Великой России» Под таким названием в Махачкале прошёл республиканский съезд девушек-горянок, посвящённый 90-летию со дня рождения народной поэтессы Фазу Алиевой. Организатором мероприятия выступил Союз женщин Дагестана. «Здесь в основном будет вестись речь на примере Фазу Алиевой и таких же, как она, женщин Дагестана, которые работали на развитии, становлении нашего Дагестана, о воспитании будущих поколений духа, патриотизма и высокой морали». На сцене исторического парка «Россия. Моя история» выступили детские творческие коллективы, народные артисты и танцевальные ансамбли республики. В фойе девочки-рукодельницы демонстрировали технику ткачества и вышивания национальных ковров и платков. Для гостей также организовали показ фильма о народной поэтессе. Многие гости вспоминали о том, как Фазу Гамзатовна занималась не только творчеством, но и правозащитной деятельностью, сочетая в себе и неординарность, и скромность. Молодому поколению выступавшие советовали брать пример с Фазу Гамзатовны. «Единственное, хотела бы передать слово благодарности главе республики Сергею Алиевой за то, что он обидел этот год юбилейным и расставил правильные приоритеты дагестанского народа. И дал нам такую возможность официально почтить память этой великой женщине. И я очень надеюсь, что для наших горянок, для дагестанских девушек такое напоминание станет сильной очень мотивацией для того, чтобы развивать себя, совершенствоваться, искать в себе таланты. А их очень много у наших девушек. И, как сказали все предыдущие выступающие, на самом деле я верю, что у нас особенный воздух, особенная земля, потому что наши женщины самые красивые, самые умные, самые талантливые, самые яркие. И независимо от того, какой они нации, какой конфессии, платки они или без платка. И пусть так будет с каждым днем. Все ярче, все лучше. И мне кажется, мы много говорим о возрождении традиций, нравственности, но мне кажется, что в последнее время такая очень нехорошая появилась тенденция противопоставлять традиции современности. А вот Фазу Гамзатовну, в моем понимании, и это очевидно, как раз пример того, что традиции ни в коей мере не противоречат ни творческой самореализации, ни таланту, ни профессии. Посмотрите, наша великая поэтесса, при том, что она была прекрасная мама, потрясающая верная жена, великолепная женщина, хозяйка, горянка. Но при этом ничто не помешало ей получить профессию, получить высшее образование. Не просто стать профессионалом, стать великим человеком, стать легендой в своем деле, в творчестве. Мне кажется, что молодым нашим девчатам это самый лучший образец для подражания. Студентка профессионально-педагогического колледжа имени Расула Гамзатова вошла в число победителей конкурса «Флагманы образования студенты». В Санкт-Петербурге на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена завершился финал Всероссийского профессионального конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей». Аделина Шайдулова получила сертификат на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки от Армавирского государственного педагогического университета и подарочный сертификат номиналом в 48 тысяч рублей. Я попала на эту платформу, зарегистрировалась в ней, точнее, случайно, так скажем, для галочки, но потом я очень втянулась, получила много эмоций, колоссальные впечатления. Для меня было неожиданностью то, что я победила и в полуфинале, и в финале, но на самом деле такая была немножко долька уверенности, конечно. Восемь финалистов конкурса будут приглашены на второй Всероссийский форум классных руководителей в качестве спикеров. Он состоится в Москве в октябре этого года. А сейчас рубрика «Дайджест». После продолжим. Около 45 тысяч жителей Буинакска остались без воды. Причина – авария на центральном водоводе Черкей-Буинакск. Сейчас на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подача воды в город будет возобновлена в течение суток, сообщает администрация города. Житель Каспийска осужден за хищение персональных данных 240 тысяч людей. Суд установил, что он работал оператором колл-центра в банке и получил доступ к служебной программе, в которой были личные сведения о клиентах. После этого злоумышленник разместил объявления об их продаже на различных сайтах и мессенджерах. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. В Карабудахкенском районе на землях сельхозное значение выявили два незаконных песчаных карьера. Там без разрешительных документов было добыто около 80 тысяч кубометров песка. Ущерб оценен в 10 миллионов рублей. Прокуратура передала материалы следствию для возбуждения уголовного дела. Салтинский водопад закрыт до 15 июля на реконструкцию. Об этом сообщает администрация Гунипского района. Этому предшествовало замечание от главы региона Сергея Меликова за неудовлетворительное состояние популярного у туристов объекта. В Дербенте прошел открытый турнир по грэплингу. В соревновании приняли участие известные борцы из спортивных клубов Дагестана и других регионов. В первый день соревнований проходил отборочный групповой этап, а во второй – финалы и суперсхватки. Организаторы ставили перед собой цель – выявить новых талантливых спортсменов и продвигать их в дальнейшем. Победители ждали призы и памятные подарки. И на сегодня это все. Смотрите нас также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин